Добрый день, уважаемые коллеги. Обсудим сегодня текущие вопросы. Но начать хотел бы с вопроса министра иностранных дел. Как реализуется моя просьба, связанная с доведением до наших европейских партнёров, потребителей нашего газа, это информация, письмо, которое было мной подготовлено после встречи с правительством о состоянии нашего сотрудничества с Украиной. Ваше поручение на направление послания руководителям европейских государств, которые получают Российский газ через территорию Украины, выполнено. Вчера все наши послы в соответствующих странах доставили эти послания адресатам. Все восприняли это обращение серьёзно, обещали оперативно изучить и подготовить реакцию. Надеемся, что она будет конструктивной. Из Европы реакция, как я сказал, такая предварительная, но уже прозвучала реакция из Вашингтона. Официальный представитель Госдепартамента заявил, что Россия должна не политизировать газовые дела с Украиной, должна придерживаться рыночного ценообразования и назвала то, что сейчас мы изглажили нашим европейским партнёрам, газовым шантажем. Это несколько странно. Странно, во-первых, потому что нехорошо читать чужие письма. Я не им писал, а писал потребителям нашего газа в Европе. Мы же все привыкли к тому, что американские наши взрывы всех подслушивают, но подглядывать совсем некрасиво. А если говорить серьёзно, то хочу напомнить, видимо, вынужден напомнить о том, что формула, по которой образуется цена на газ, посчитывается цена на газ, зафиксирована в официальном контракте между российским «Газпромом» и «Нафтогаз Украины» в 2009 году. Когда те люди, которые и сегодня находятся у власти, являются членами правительства, отвечают за энергетику, и тогда были на тех же должностях и принимали участие в подписании этого контракта. С тех пор никаких изменений в формуле цены не было. Да, мы действительно по разным причинам предоставляли в разное время различные скидки. А, как известно, в 2013 году в декабре предоставили и кредит в 3 миллиарда долларов, снизили ещё раз цену на наш газ при договорённости о том, что будут погашены все задолженности прошлого, до 2013 года, и будут исправно выплачиваться в текущие платежи. Ни того, ни другого сделано не было. Более того, весь драматизм ситуации заключается в том, что в первом квартале этого года действовали самые низкие цены. И даже по этим самым низким ценам украинские партнёры перестали платить. 7 апреля текущего года был очередной срок выплат по газовому контракту за март текущего года. Из 500 с лишним, 540, по-моему, миллионов долларов, не было заплачено ни одного доллара, ни одного рубля. Вообще ничего, ноль. Это абсолютно нетерпимая ситуация. И в соответствии с ранее достигнутой договорённости, естественно, Газпром все эти скидки снял. В чём заключается проблема на ближайшее время? Она заключается в том, что Россия не может нести в одностороннем порядке такую нагрузку. Именно поэтому мы обратились к нашим европейским партнёрам и друзьям с тем, чтобы всем вместе как можно быстрее провести встречу и определить пути помощи и поддержки украинской экономики. Если действительно кто-то по-доброму относится к Украине, действительно любит украинский народ, он должен внести свой вклад в недопущение банкротства украинской экономики. Пирожками на Майдане не обойдёшься. Этого недостаточно для того, чтобы удержать украинскую экономику от полного хаоса. Наши американские партнёры, которые вот так негативно отреагировали на наше предложение, и это очень странно, что это происходит, как известно, заявили о том, что готовы предоставить 1 миллиард долларов, и то не в виде кредитов и помощи, а в виде гарантий. Что такое гарантия? Гарантия тем банкам, которые готовы были бы финансировать Украину. Но таких банков нет, значит и помощи никакой нет. Ситуация действительно очень странная, и это вызывает у нас законное беспокойство. Ещё раз хочу сказать, мы не намерены и не собираемся закрывать для Украины газ. Но в соответствии с имеющимся контрактом, подписанным и действующим с 2009 года, никто его не отменял, «Газпром» имеет право, и правительство Российской Федерации предлагает перейти на предоплату. Это означает, что Украина будет получать в следующем месяце только такое количество газа, за которое она заплатит в этом месяце. Мы имеем такое право по контракту, и я прошу правительства Российской Федерации и «Газпром» ознакомить наших партнёров в Европе с этими положениями контракта. Кстати говоря, в моём письме есть ссылка на эти положения контракта. Просто взять выдержку из контракта и направить в европейские столицы, как приложение к моему письму. Тем более, что сам контракт в ходе политической борьбы на Украине давно уже слит в интернет. Я просил бы Министерства иностранных дел довести эту дополнительную информацию до наших партнёров и напомнить, что «Газпром» – это не просто российское коммерческое предприятие, это акционерное общество, где почти 50% акций принадлежит частным компаниям и фирмам, в том числе иностранным. И даже такая большая компания, как «Газпром», не может нести всю нагрузку по субсидированию украинской экономики. Это невозможно. Это все должны понимать. Россия действует очень аккуратно, очень взвешенно и с уважением ко всем нашим партнёрам. Мы, безусловно, гарантируем в полном объёме выполнение всех наших обязательств перед нашими европейскими потребителями газа. Вопрос не в нас, вопрос в обеспечении транзита через украинскую территорию. Я прошу Министерства иностранных дел выполнить это поручение как можно быстрее. Продолжение следует... Продолжение следует...